Погружаться в ледяную воду Лариса Жигили окунается в источник на протяжении 9 лет. Ее младшей дочери 10. Женщина уверена, родить вторую девочку помогла святая водица. У меня были проблемы со здоровьем. Я старше 26 лет. Ну так вот получилось. Врачи сказали, что уже надеяться не на что. Благодаря роднику у меня родился этот ребенок. На градуснике минус 15, температура воды плюс 6. Но несмотря на мороз, в Саржином Яру несколько тысяч человек. Испытать себя Сергей Пузич собирается уже 10 лет. Признается, окунуться в купель не хватает смелости. Наша жизнь настолько маленькая, что пересиливать себя и так надо очень много. Поэтому лучше дома чаю с булочкой, с маслом. Ну вот так вот. Холодно. Поэтому вот водичку, бидончик и дома холодной водичкой закаляемся сначала вот так. Впервые публично искупался в купели на крещении и мэр города Геннадий Кернес. Городской голова продержался под водой больше 40 секунд. Рассказал, что закаляется уже полгода, окунаясь в холодную воду. Очищение есть. Здоровый дух. Всех с праздником. Кто не купается, просто набирает освещенную воду. Это особый день, который вчера и сегодня. Он особый день, что освещается водой. Все воды освещены, где человек и умывается, и причащается этой водой. Он исцеляется и начинается у него новая жизнь. Чудо крещенской воды давно подтвердили ученые. В ее уникальность верят и харьковчане. Целебную воду не только пьют, ею окропляют дома. После весь год хранят возле домашнего иконостаса.